Друзья, всем привет! Меня зовут Майя, я профессиональный визажист и бьюти-блогер. Но этот цикл видео посвящен здоровому образу жизни, потому что некоторое время назад я встала на путь исправления, принялась за себя, потому что передо мной стоит непростая задача избавиться от огромного количества лишних килограммов. И это видео знаменует начало второй недели программы. Я приглашаю вас обязательно подписаться на мой канал, если эта тема вам хоть как-то близка. Обязательно досмотрите это видео до конца, если вы хотите знать, что я ем, как часто я ем, откуда я беру еду, а самое главное, какие у меня успехи. Также я вас приглашаю еще больше остаться на моем канале, если вас помимо этого интересует тема косметики, красоты и здоровья. И давайте сразу же начинать! Доброе утро! Сегодня второй день второй недели, и сейчас будем взвешиваться. 87, это означает, что почти 2 килограмма с начала программы, и 600 граммов после седьмого взвешивания, последнего взвешивания на первой неделе. Добро пожаловать в это видео, продолжаем. Друзья, вы интересовались, во-первых, откуда у меня еда, как я ее храню, и почему я ее так долго храню, целых 7 дней. Вот сейчас вам все расскажу. Смотрите, как я ее храню. Вот у меня отдельная полка в холодильнике, вот стоят все мои контейнеры. Почему она хранится так долго? Секрет номер раз, это хороший холодильник. Это уже, наверное, процентов 80 успеха. Секрет номер два, я стараюсь контейнеры размещать максимально близко к стенке. То есть, вот когда я, у меня тут просто еще кое-что будет стоять, поэтому я освободила. Но вот когда я, например, отсюда съем контейнер, я обязательно из этой стопки переставлю туда, чтобы они прилегали к стенке, чуть-чуть подмораживались, не прям замораживались, а чтобы прям было такое, знаете, как нулевая камера. Вот, и таким образом они хранятся очень долго. И третий секрет, вот вы заметили, что они все проложены салфетками. Салфетками. Какова основная причина того, что еда портится? И вообще, в принципе, все портится. Вот, например, косметику. У вас же тени не портятся, да? А какие-то тональные кремы, что-то жидкое, оно портится. Почему? Потому что оно на воде. Вот одной из основных причин, почему портится еда, является влага, то есть конденсат. И по этой причине все контейнеры проложены салфетками. Причем эти салфетки уже были поменены ранее, потому что, когда только-только еда была приготовлена, она была, естественно, теплая, салфеткой ее накрыли. Через какое-то время еда остыла, салфетка полностью промокла, и ее поменяли. И когда ко мне эта еда приехала, я еще раз эту салфетку поменяла, и вот практически сухие салфетки, такие чуть-чуть подмороженные, продолжают впитывать остатки конденсата. И, в общем-то, практика показала, что 7 дней еда хранится без проблем, даже морепродукты. Вот такая вот история. Значит, и был вопрос, откуда берется еда. Мне показалось, если это не так, пожалуйста, поправьте меня, что кому-то показалось, что мне привозят еду какой-то сервис готовой еды, типа Гроуфуд или еще что-то. Нет. Это все, вот эти все контейнеры, это уже половина недели прошло, я половину съела, мне привозит мой специалист по здоровому образу жизни. Она сначала составляет меню, потом она по этому меню закупает продукты, причем не бездумно пошла в азбуку вкуса и втридорого все купила, а смотрит, в каком магазине, что подешевле и так далее. Потом она все это готовит, все это фасует и раз в неделю мне привозит. Вот такие вот дела. Давайте продолжаем дальше. И не забывайте, обязательно задавайте ваши вопросы. Я с удовольствием на все на них отвечу. Дорогие подписчики, приглашаю вас на обед. У меня сегодня шпинат с кальмарами. Очень вкусно, невероятно полезно. Всем приятного аппетита, кто собрался приняться за трапезу. И мне тоже приятного аппетита. Хочу вам показать очередной прием пищи, но не в тарелке, а в контейнере, чтобы вы оценили, насколько качественно свою работу выполняет мой специалист по здоровому образу жизни. Посмотрите, креветочка к креветочке. Все красивенько лежит. Все вымытое, выхоленное. Там внизу сельдерей, который прямо откалиброван, нарезан тоже кусочек к кусочку. В общем, сплошное удовольствие. Мне, конечно, невероятно повезло. Продолжаю дальше. Итак, у меня очередной прием пищи. И на сей раз это куриная грудка и цукини. Очень вкусно, очень полезно. В общем, как и обычно. Вообще, первое время кажется, что я постоянно ем. Вот я реально ем, 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 ем. Потом вы привыкаете. То есть, на самом деле, для того, чтобы ухудеть, нужно есть. Как это, странно бы не звучало. Хотя этот лозунг уже скандировали все, кто причастен вообще к этому процессу, снижение массы тела. Там и та же Малышева, это миллион раз говорила. Есть нужно обязательно. Главное, что есть и как есть. Как часто есть, сколько раз в день есть и так далее. Это, конечно, все определяется индивидуально. Но голода вы при правильном питании не ощущаете вообще. Приятного аппетита мне. И вам тоже. Доброе утро, страна. Сегодня воскресенье, 31 января. Давайте взвешиваться. 79,6. Это значит, что на 3 килограмма сначала программы. И чуть меньше 2 килограмма за эту неделю. Давайте подводить итог. Друзья, пришло время подводить итоги второй недели моей программы здорового образа жизни. И получается, что за вторую неделю у меня минус 1,7 кг. И суммарно за 2 недели минус 3 килограмма. Чем примечательна эта неделя? Я ощутила, насколько важен полноценный сон. Потому что основная потеря массы тела случилась в начале недели и в конце недели. А в середине была абсолютнейшая стагнация. И все по причине того, что у меня была очень активная неделя. Я очень мало спала. Это вам на заметку. Один из приемов, вернее даже один из основополагающих принципов эффективности потери веса. Это полноценный сон. Без нормального сна никакой потери веса у вас не будет. Если вы недостаточно спите. Если вы некачественно спите. В общем, все это неминуемо отразится на вас. Поэтому следите за этим обязательно. Даже если перед вами не стоит задача сбросить вес. Это очень важно для нашего здоровья, для нашей красоты и так далее. В общем, я вас благодарю за просмотр. Обязательно подписывайтесь для того, чтобы следить за моими успехами. Брать какие-то советы, какие-то фишки, какие-то пункты меню. Надеюсь, что вам это видео было интересно. Не забывайте поставить лайк, прокомментировать, поделиться с друзьями или теми, кто хочет встать на этот путь снижения массы тела. Всем спасибо. Увидимся с вами в новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok